Ола амигос, сегодня с вами Вакот и сегодня у нас обзор воркшопа, а именно мода Advanced Combat System. И я вам скажу, что это чертовски крутой мод. Почему же он крутой? Этот мод добавляет турельки дополнительные, новые кокпиты, но самая главная фишка, давайте не будем распыляться и начнем сразу же приступить, прям вот со первых же 20 секунд мы приступаем к делу. У нас есть возможность построить два кокпита, вот есть, один кокпит, боже мой, что я несу, Target Controller и второй Target Controller плюс Ship Controller. То есть, что это значит? Один мод добавляет две возможности, то есть первое, это поставить кокпит, он немножко по-другому выглядит, такой типа ля хай-течный, хотя мне он не очень нравится на вид, но это не столь важно, честно говоря. Это кокпит, который позволяет управлять только турели, то есть я сейчас нажимаю WASD и корабль стоит на месте, не двигается. Но при этом, как вы можете присмотреться к турелькам, я сейчас прям вот так, они поворачиваются в сторону, куда я смотрю. То есть, смотрите, я сейчас начинаю стрелять вперед, он стреляет из пулемета, из гатлинга, то есть с гатлинга и с ракетницы. Как только я поворачиваюсь туда, стреляет то, что может стрелять, то есть гатлинг не стреляет. Сюда стреляет гатлинг, не стреляет ракетница, чтобы не повредить свой, скажем так, корабль. Вот, есть же другой возможный мод, этой же, по факту, этого же кокпита. Вот такой, с возможностью управлять кораблем. Что это значит? То есть, смотрите, я нажимаю WW и я могу летать. Как только я зажимаю Alt, чтобы повернуть камеру, я могу, собственно, спокойно стрелять кораблем. Плюс я могу параллельно лететь и стрелять. Это крайне удобно, это чертовски круто, но меня, вот когда я скачивал мод, мне было крайне интересно. Хмм, такой сижу, думаю, хмм, а вот, а вот если я поставлю, например, модовое орудие? Давайте попробуем, я ж, типа, не буду ни с кем спорить. Я специально для этого установил мод. Вот ты, подлюка, не установился. Вот, другое дело. Так, давайте поставим какой-то, например, Бафорс. Правда, я переживаю, что он сейчас начнет стрелять по другим кораблям, поэтому давайте поставим его с этой стороны как-то, вот как-то так, чтобы перекрыть, ему возможность стрельбы в другие сектор... Не, ну ты больной. И давайте попробуем еще куда-то поставить вот сюда. Правда, он по-любому сейчас начнет стрелять по всему, что можно стрелять. Так, 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 тихо, братишка, не стреляй. Остановись. Не бузи. Не бузи. Так, ну что, давайте теперь заходим и смотрим, будут ли стрелять наши модовые. Да, стреляют. Прикольно. Это мне нравится. То есть, я даже немножко удивлен. На самом деле не совсем, но все же удивлен. Так, давайте встанем корабль еще раз. Он сейчас пойдет, походу, будет стрелять по всему живому. Но зато он будет теперь наш. Нет, не стреляет. Удивительно. Хорошо, давайте возьмем пушки. Вот я хочу, например, одну 900-миллиметровку поставить. Будет ли она стрелять? Так. Красавчик, просто красавчик. Так, не залезь, чтобы выключить еще. Твою мать, она стреляет, ребятки. Она... Ну, только почти нужно подождать, пока она перезарядится. Она стреляет. Это просто офигенно. Я вам серьезно говорю, это настолько круто, что я аж немножко в шоке. Но это не самое крутое. Во-первых, еще добавили, собственно, плазменную турель. И еще какую-то вроде бы добавляли. Нет? Только плазменную. Ну, ладно, только плазменную. Вот у нас есть тут плазменная турель. И она выглядит довольно прикольно. То есть... Действительно выглядит прикольно. Не знаю насчет урона, но... Стреляет она достаточно круто. И выглядит... Самое главное, что выглядит, это... Блин, очень клево! Чертовски клево! Очень-очень клево! Интересно, что для нее нужно, чтобы зарядить ее. Плюс она занимает не так много. А что? Чем-то она питается. Я так и не посмотрю. Пойти поглянем-ка. Во-первых, мы сейчас выключим. Плазма. Плазма тарет. И выключаем ее. Сладкая моя, выключись. Ну ты шо, дико или шо? Так я не понял. Сышь охренела. Все, больше не стреляет. Так вот, что для нее нужно? Производство у нас нет. Ассемблеры. Давайте поставим какой-то ассемблер, чтобы... Что-то уже сломалось. Что-то сломалось. Так, ассемблер позволит нам просто посмотреть... Впихнуть. Вот, ассемблер. Все. Не благодарите. Так. Производство. Что-то тарахтит, блин. А, это там что-то тарахтит. Ну и ладно, пусть тарахтит себе. Это меня никак не касается. Слушайте, так получается, она не использует ничего. О, аж странно. Плазма... Так. Плазма тарахтит. Ну, любой, который она принимает. Но если тут даже нет вариантов, что она может принимать. А, не стоп. Дэн. Вулкан. Патрон для кучи говна. Не знаю, чем она стреляет, но в любом случае выглядит это круто. Это действительно круто. Давайте попробуем от первой лица из нее пострелять. Потому что мне кажется, что все-таки это довольно прикольно. Так, ты сейчас серьезно? Вот этого я не ожидал. То есть, параллельно еще и стреляет все остальные орудия. Это довольно странно. Не уверен, что это хорошая идея. Но в любом случае это круто. Действительно. Это... Это годно. Это годно. Но еще, еще в этом моде есть вот такой вот агрегат. Именно, как по мне, одно из, наверное, лучших, лучших, что я всегда хотел построить. Правда, я думал, оно чуть поменьше. Оно будет один блок в ширину. Но, к сожалению, оно не один блок в ширину. Оно довольно жирно. Давайте мы... Вот. Ай, ты че? Еще ему не хочется... А, тут еще креслице стоит. Вот так. Поставим сюда. Вообще нужно было бы вот так все это сделать. Что-то я сразу затупил немножко. Вот сюда. Вот сюда. Плюс можно, например, сбоку какую-то впихнуть. Давайте не будем особо запариваться. Выбьем тут две двери. Все, лампочка. Ёберный театр. Так. И ставим сюда вот так вот. Я, честно говоря, признаюсь, я не знаю, работает ли оно или не работает. Поэтому сейчас мы попробуем Гатлинг Таррец выключить. Бафорс выключить. Бафорс второй выключить. Ракетница. Миссл Таррец. Не понял. Гайдет. Так. Воу. Вот эти ракеты полетели и они отправились прям в цель. И мне кажется, это черт... Охо-хо-хо. Охо-хо. Привет, мой мальчик. Всем каме. Я хочу его уничтожить. Правда, на таком аппарате это будет немножко не очень удобно. Но камон. Главное, что мы можем это сделать. Давайте попробуем немножко подлететь. Так, два километра. У нас большая скорость. Стрелять мы, в принципе, можем уже хоть отсюда. Целиться, мягко говоря, довольно дерьмово. Но ракеты, походу, не полетят в цель, да? Или нет? Летят. Летят в цель, походу. Да ладно. Нет, не летят. Они просто полетели в ту сторону. Это не считается заудачной. А вот это проблема. Я не могу подцелиться. Ух, я переборщил. Много раз нажал выстрелить ракета, и... Короче, она не останавливается. Ха! Прикольно. Нашел такой себе небольшой... А, нет, я просто столько раз нажал. Достаточно было один раз нажать. Там уже, походу, ничего не осталось в той штуке. Где там наша... Турелька. Управлять. Правда, она увеличила... Сильно... Я уже не... Блин, я потерял. Мы, походу, настолько сильно уничтожили, что уже... Просто не имеет смысла. Хм. Хорошо. Давайте попробуем так. Я поставил... Заспаунил маленький кораблик. Сейчас попробуем его... Ракеты, походу, не вылетают, да? Нет, ракеты не вылетают. Едет только стрельба. Окей. Блин, как это круто! Фу-ху-ху-ху-ху. Хочу, чтобы это было намного жестче. Поэтому давайте мы сейчас выключаемся. Нажимаю много раз. Он прям не столько же раз нажал. Ну, четыре раза нажал, ну, пять, ну, не столько же. И как-то он прям все время в одну точку попадает. Это не очень круто. Ну, блин, чертовски круто! Мне все-таки это нравится. Давайте попробуем... Так, во-первых, нужно немножко притормозить наш агрегат-аппарат. Включить инерцию. И давайте попробуем немножко другой корабль. Кстати, да. Этот мод, даже если установил, он не работает на обычных кокпитах. То есть, в принципе, он на таких кокпитах не работает. Поэтому нам любой кокпит нужно заменять. Вот. Так, вот сюда ставим. Садимся. Не можем летать, но зато можем хорошенько стрелять. Я установил сбоку три. Из этой стороны четыре. И давайте попробуем все-таки сейчас запустить. Только жалко, что они не запускаются одновременно. Вот это единственное, что мне что-то не очень нравится. Хотя, стоп. Они, походу, запускаются по очереди. Ну-ка, 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 ла. Да ну не. Не может быть. если мы поставим все одинаковые, они одновременно запустятся? Не может быть. Я не поверю. Нет, они все не запускаются одновременно. Не запускаются по ходу их создания. Как-то все равно странная система. Выглядит чертовски круто. Кто бы что ни говорил. Давайте вот мы сейчас включим чит режим. У нас тут креативка, поэтому вот это прикол. Видел, уж так можно. Прикольно. Довольно прикольно. Мод все-таки немножко недоработан, как по мне, но знаете, ребятки, все равно круто. так же у этого мода есть возможность слишком темно, слишком темно, слишком темно ставить на маленькую, на маленькую ракетницу такие же, да? только нужно еще и кокпит другой поставить. Шип контрол и ух ты, он даже по-другому выглядит. И этот кокпит по-другому выглядит. Выгляд чертовски странно, причем мне кажется, что он даже не красивый. Как-то он бяка какая-то, честно говоря, с текстурками идут будто бы что за что за ё оперный театр. Ну, это не столь важно. Это все-таки мод в разработке, поэтому обижаться на него тоже не стоит. Ракета выпустила, не полетели. они вернулись? Воу! Сам себя попал, что ли? Ну, в любом случае, вы меня поняли. Мод действительно крутой, то есть я уверен, что он буквально через пару недель, может, через месяц его доведут до ума. кстати, интересно, можно поставить эти плазменные пушки вот сюда, собственно, а вдруг они есть и на маленькую сетку? Они есть на маленькую сетку. Отлично! Тогда попробуем сейчас использовать их по назначению. Блин, крутяк, 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 крутяк. Это довольно круто, серьезно, этого не хватало, этого не хватало игре крайне-крайне сильно. Хорошо, но у нас помимо их, ой, сейчас ударюсь, отлично. Нет, я не ударился, я везунчик. Так вот, помимо них у нас еще есть обычные турели. Ну, понятное дело, у нас еще есть и модовые турели, если совсем честно. Например, вулканы те же. можно тоже куда-то влепить место. Было бы, было бы место, да. И мы лишь бы куда-то стрелили. Но чем вам не понравилось? Дебилы. Ладно, ну и у нас собственно есть стандартные турели. гатлинг-турель. Вот. И они сейчас все будут меня слушать. ёпси-турель. Ёпси-турель. Ну если у третьего лица. Вау. Это крутяк. блин, очень круто. Серьезно. Это крутой мод. Понятное дело, что они безупречен. Но какие-то моды бывают безупречны с самого начала? Не, никакие. Только выдуманные. Но это блин. Мне очень нравится. Серьезно. Особенно даже чисто эта функция с самонаводящимися ракетами. Если бы они еще как-то можно было запускать одновременно. Но скорее всего их можно запускать одновременно. Это я просто что-то натупил, намудрил и так далее. Ну а так мод просто фантастический. Серьезно. Мне очень нравится. Так, давайте попробуем. и полетели ракеты. Только у них скоростейность конечно намного меньше. еще полетят. Чик-чик. Полетели. Это крутецкий. Это очень крутецкий. Если бы они еще настроили маленький кокпит нормально. потому что он как-то выглядит как говнецо немножко. не немножко. Довольно сильно как говнецо выглядит. Но в любом случае ребятки я вам советую попробовать. Затестить это круто. То есть без какой-то вот еще коннектор. Это значит что все-таки они чем-то заряжаются. заряжаются. чем они заряжаются остается загадкой. Да но никак не влияют на энергосистему. Нужно будет с этим что повозиться посмотреть. Ну что ж у меня там с вами был Вакот надеюсь вам хоть немножко понравилось и все-таки всем советую скачать попробовать этот мод он есть в описании если я конечно ничего не забыл скорее всего ничего не забыл конечно растяпа какая-то умри ты ладно фиг с ним ну что всем удачки ребята и адьос субтитры